Саляму алейкум, рахматуллах и баракатуллах, бисмиллях, хамду лиллях, саляту вассаляму аля расулиллях. Судный день, положение богобоязненных мусульман, судный день. И мы с вами говорили о тех, кто сдерживает свой гнев. И прочитали аят из суры Аль-Имран, семейства Имрана, 133-134 аяты, где Всевышний сказал, те, которые расходуют, делают пожертвования и в радости, и в горе, и сдерживают свой гнев. И мы с вами говорили, что Всевышний обещал тем, которые сдерживают свой гнев, которые могут найти в себе силы, обуздать свой нафс, потому что гнев — это нафс, это отдать волю своему нафсу, своему «я». И кто сможет обуздать свой нафс, Аллах даст им уникальную возможность, судный день, выбрать себе любую из чернооких гурий. Поэтому мы с вами говорили каждый раз, когда гнев вот-вот уже выйдет наружу, вспомните этих горей, представьте, как они вас ждут там, да? И представьте, как вы лишите себя этого, поддаваясь гневу. А сегодня поговорим об освобождении рабов. Кто-то может сказать, что сегодня, в 21 веке, уже рабства нет, поэтому, слава Аллаху, людей уже на рынках не продают и не покупают, да? Все мы, ну, надеемся, что все мы свободные люди, так ведь, и цена свободы, она очень дорога, несомненно. Но вот тот исторический факт, что на земле было рабство, и то, что когда пришел пророк, салюл, салюл, салям, с исламом, с религией, он сделал очень многое. Ислам сделал очень многое, чтобы освободить эту землю от рабства. От рабства перед рабами. И все мы рабы, но мы рабы Аллаха. И быть рабом единого Аллаха, это есть свобода. Это есть свобода. И быть рабом единого Аллаха, это есть величие, а не унижение. Поэтому пророк, салюл, алейхи ва салям, очень много призывал в своих хутбах, проповедях, уроках, чтобы сподвижники, они освобождали своих рабов. Чтобы они давали им свободу, чтобы они копили деньги. Потому что явно жизнь человека, хоть и раба, она стоила дороже верблюда или других животных. Так ведь? Поэтому он призывал, чтобы они копили деньги, собрали эти деньги, и потом пошли на рынок, купили раба, а это было как имущество, да, а потом, бисьмилля, ради довольства Аллаха, давали ему свободу. И были сподвижники, которые, маша Аллах, за всю свою жизнь освободили огромное количество рабов. Огромные, ни два, ни три. Даже если одного раба ты выкупишь и дашь ему свободу, получается, ты изменил судьбу. Ты был причиной изменения его судьбы. Человек, будучи рабом, стал свободным. Все, он ничей, он принадлежит только Аллаху. Вот это было очень важно. И в Судный день, вот за это благодеяние, за этот вид пожертвования, да, Аллах обещал очень много наград. Очень много наград. И вот я все хадисы не буду приводить, но вспомню некоторые из них. Первый хадис от Абу Хурейра, ради Аллаху Анху, который сказал, что посланник Аллаха, салюллаху алисалям, сказал следующие слова. Если человек освободит верующего раба, конечно, жизнь верующего, она ценнее для нас, потому что он наш брат, она наша сестра. И их жизнь была всегда ближе к нам, так ведь? Если человек освободит верующего раба, то за это Аллах за каждую часть тела освобожденного раба избавит от огня соответствующую часть его собственного тела. Руку за руку, ногу за ногу, а половые органы за половые органы. То есть получается, ты освободил от рабства его руки, за это Аллах освободит твои руки от огня. Ты освободил его ноги от рабства, за это Аллах освободит твои ноги от огня. То есть каждую часть тела, Аллах освободит твое тело за выкупленные, освобожденные части тела. Это у нас первый хадис. Второй хадис Амрибну Габбаса передает, что пророк, салюллаху алейхи вассалям, сказал, тому, кто построит мечеть для того, чтобы в ней поминали Аллаха, Аллах построит ему дом в раю. То есть тот, кто строит дом Аллаха на этой земле, Аллах ему построит дом в раю. Поэтому есть люди, которые всю жизнь строят дома, хотя это не запретно, но его цель построить дом здесь. Вот сейчас показывают, оказывается, у наших соотечественников так много домов. В Лондоне, в Париже, где-то в Италии, сейчас только узнали мы. Ну, кто-то вот этим занимается, а кто-то, машаллах, он везде строит дома Аллаха. Он везде строит дома Аллаха. И был, вот я вспомнил как раз одного олигарха, татарина, олигарха, он был купцом первой гильдии, то есть это был высшая степень, российским олигархом. Его звали Ахмад Галеевич Хусаинов. Не знаете такого? Ну, в Форбсе его нет. Точно нет. Вот эти три брата, они уроженцы Оренбургской области, вот не доезжая до Оренбурга, есть такая деревня, очень хорошая, такая большая, сильная деревня, машаллах, татар-каргаласа называется, татарская каргала. Вот они жили там, они выросли сиротами, у них отец умер. И вот три брата, три брата, вот Ахмед и его братишки, они, он основал свой бизнес. Он основал свой бизнес, он работал, нанимался. И вот эти три брата, они за свою жизнь построили около ста мечетей. Ну вот во главе стоял вот этот олигарх, Ахмед Галеевич Хусаинов. Они построили около ста мечетей. И вот Риза Фахарддин, рахмимахуллах, пишет, про него книгу написал, Ахмед Байд называется. Вот надо эту книгу издать, иншаллах. Потому что мы про ученых пишем, да, а про вот величайших меценатов у нас очень мало книг, да, вот, и он говорит, в последние дни, годы прожил он в Казанской губернии, тогда уже губерния называлась, да, и вот он умер до революции за несколько лет, и все это он делал, получается, в конце 19 века. И вот он говорит, успел построить где-то 25 мечетей, вот именно в Казанской губернии. И сегодня есть у него мечети. Есть сегодня мечети. И он только в Казани содержал около 40 устазов, то есть он им зарплату платил, около 40 устазов. Все мадресе он обеспечивал книгами, вот этими, ну, раньше книги, они стоили намного дороже, то есть надо это иметь в виду, да, бумага была дороже, книгами вот этими, ну, все, что нужно было для преподавания, он всем этим обеспечивал мадресе. Ну, вот сегодня, к сожалению, на таком уровне пока у нас олигархов не видно. Вот они построили не только здесь, не только на, скажем, Руси, да, они строили даже и в других странах строили, и они даже обеспечивали, когда он был в Мекке, в Медине, он увидел очень много нищих людей, бедных людей, и он очень много помогал еще им. То есть если сегодня там многие ждут от них помощи, да, вот арабы, может, нам помогут, да, ну, у арабов нефть еще недавно появилась, поэтому вот этот татарин, он мусульманин, наш брат, он помогал еще тамошним мусульманам. Хотя, вот говорят, что он жил очень скромно. Он жил очень скромно. И когда даже плавал на корабле, раньше дорог не было. Вот если, ну, сто лет посмотрите назад, как хазраты, имамы, муфтии передвигались, ну, дорог не было, транспорта не было. Поэтому пароход был летом, да, то есть в Уфу, дальше, они на пароходе. И вот все встречались на пароходе. И мы знаем много притч, связанных с имамом Марджани, Шихабуддин Марджани, Алимжан Баруди. Они писали много про то, как они путешествовали на пароходе, кого они там встречали. И вот до революции пароход делились там на классы. Вот как бизнес-класс, эконом-класс, да. Когда пришли советы, то есть все, никаких классов не было, все были одинаково, да. Кто успел, тот успел. А вот раньше до этого все делилось на классы. И вот говорят, что его даже на первом классе никогда не видели. То есть он бизнес никогда не покупал даже. Бизнес-класс. То есть и даже, мы, говорит, его ни разу в ресторане не видели. Он, говорит, вытаскивал с сумки еду, завернутую, да, он вот где-то там на скамейке это ел. Хотя за ним, за ним стояли сотни, ну, сотни зданий, сто мечетей и мадреса. И вот сегодня, по-моему, в последнее время его законсервировали в Оренбурге. Сельхозинститут, здание Сельхозинститута, огромные здания, ну, не меньше нашего российского исламского университета. Это его вакх был. То есть он содержал эту мадреса Хусейния. Очень много студентов он бесплатно за рубеж отправлял. У него были свои агенты, которые контролировали этих студентов. То есть он очень много денег, средств, сил, времени тратил на образование. Не только на здание уже. Он уже перешел за здание. То есть это у него начальный этап был, эти сто мечетей и мадреса построить. Он уже обеспечивал, он уже кадрами занимался. И всегда говорил, что то самое слабое наше звено у татар, это образование. Образование, потому что... И он родил, переживал не только за мусульманское образование, за экономику, за вот другие светские науки. Потому что он даже писал, что если бы, говорит, мне в детстве дали экономику, знание экономики, я бы, говорит, добился еще большего. Еще большего. Хотя он в свое время заработал, сколько у него состояние? 4 миллиона было рублей. Когда рабочий класс в год получал, там, может быть, сколько там, 12 рублей в год. Когда корова стоила, может быть, рубль. У него состояние было 4 миллиона. Поэтому... Это я немножко ушел от темы про олигархов. Поэтому кто построит дом, чтобы в ней поминали Аллаха, дом, мечеть, Аллах построит, Аллах ему дом в раю. Иншаллах делаем дуга, чтобы Ахмед Галевичу Хусайну в Аллах построил 100 домов, иншаллах. Скажите, амин. А тому, кто освободит верующего раба, он послужит ему откупом от огня. То есть то, что он освободил, выкупил раба и дал ему свободу, тем самым он выкупит свое тело от адского пламени. А для того, кто дожил до седин в исламе, то есть до старости в исламе, то есть поклоняясь Аллаху, служа его религии, эта седина станет светом для него в судный день. То есть каждый седой волос будет нуром для него в судный день. Поэтому, дорогие братья, не заставляйте жен выщипывать седину вашу. Это каждый седой волос на пути Аллаха. На пути Аллаха. Это будет нуром, светом в судный день. Следующий хадис Абу Умама передает, что он спросил Амра Ас-Сулями, расскажи мне хадис, который ты слышал от посланника Аллаха, и который ты помнишь полностью, и в который не добавлено ничего постороннего. И он ответил. Я слышал, как, салюллаху алейхи вассалям, сказал того, у кого родились в исламе три ребенка и умерли, не достигнув совершеннолетия, Аллах ведет в рай из милосердия к ним. Ну, потеря детей, то есть это очень большое испытание, не дай Аллах, да? И тот, кто прошел через это испытание, конечно, результатом будет рай. И для того, кто дожил до седин на пути Аллаха, его седина станет судный день светом для него. И тому, кто выпустил стрелу на пути Аллаха, целясь во врага, запишется награда, подобные награде за освобождение раба, независимо от того, поразила эта стрела цель или нет. Если верующий даст свободу верующему рабу, Аллах за каждую часть тела этого раба избавит соответствующую часть его тела от огня. И тому, кто отдаст на пути Аллаха две вещи, Аллах откроет восемь врат рая и введет его через те врата, через которые он пожелает. Вот здесь тоже про освобождение раба. И был даже такой случай, дорогие братья, когда человек совершил убийство, и к нему, и с ним пришли к пророку, салюлла алейсалям. И рассказали про этот случай и спросили, что ему делать, потому что он будет в аду, да? И он сказал, освободите за него раба, и Аллах за каждую часть тела освобожденного избавит соответствующая часть его тела от огня. Вот это даже получается искупление, было искуплением от великих грехов. И последний хадис, который передал Барра ибн Азиб, что один из бедуинов пришел к посланнику Аллаха и сказал, я, Расуль Аллах, научи меня такому делу, которое ведет меня в рай. То есть я буду делать это дело и буду в раю. И посланник Аллах, салюлла алейсалям, ответил ему, ты сказал немного, но при этом хорошо поставил вопрос, освободи раба или помоги рабу обрести свободу. Тогда бедуин спросил, а разве это не одно и то же, освободить раба или помочь обрести ему свободу? Право, салюлла алейсалям, сказал, нет, освободить раба, это когда ты лично освобождаешь его, или своего раба, или выкупаешь полностью и отдаешь ему свободу, даешь. А помочь человеку обрести свободу, значит внести свой вклад в освобождение раба. То есть получается поучаствовать, участвовать в этом деле. Также давай в пользование дойных животных. Особенно если это было, ну когда вот судьба людей, еда, она напрямую зависела от того, есть у них. Вот даже у татар во время голода, помните, да, выжили какие семьи? У кого коровы были. То есть у кого молоко было, еда была. И вот поэтому еще в то время, особенно если, например, семья погибает, ты им даешь дойную корову вот на время. Они дуют, присматривают за ней и они живут за счет этого. То есть получается ты освобождаешь их от голода. Давай в пользование дойных животных и оказывай благодеяние тем родственникам, которые относятся к тебе несправедливо и обижают тебя. То есть здесь пророк Савасалям выделил тех родственников, не тех, которые там тебе улыбаются, обнимаются с тобой, тебе что-то дарят, да, а именно тех, которые обижают тебя. Потому что в несколько раз больше наградой будет тому, кто будет устраивать свои отношения с теми родственниками, которые не любят его, которые, там, не знаю, может быть, злословят о нем. Потому что, ну, как же хорошо, когда навести дядю, который тебе, там, далишь на кровь, да, стол, это же ничего такого здесь нет. А вот когда кто-то о тебе злословит, там, обижает тебя, вот пойти к нему, поговорить с ним, позвонить ему намного сложнее. И вот он поэтому выделил именно тех родственников, которые относятся к нему несправедливо. Если же ты не сможешь делать этого, тогда корми голодающего. Корми голодающего, пои жаждущего, побуждай-ка одобряему, удерживай от порицаемого. И если ты не сумеешь сделать и это, тогда удержи свой язык от всего, кроме благов. То есть, если ты, ну, ничего хорошего не можешь сделать, тогда вот для тебя благое. Держи свой язык за зубами, то есть не говори плохого. Вот для тебя это будет поводом, чтобы Аллах ввел тебя в райские сады. Следующая тема, поговорим о муазинах и про седину в исламе, иншаллах.